Город Находка Это ворота Приморского края Именно здесь начинается вторжение японских машин Путешествие японских автомобилей начинается, впрочем, по всему Дальневосточному побережью Из приморских портов русское железо и прочее сырье отправляется в Японию А возвращается в Россию в виде поддержанного авто Ну так, как соберет автомобиль японец, не соберет ни один европейец и никто Этот автомобиль по цене стоит, как калина Во Владивостоке, в бухте Золотой Рог, день и ночь работают порты День и ночь на российской таможне разгружают японские автомобили и спецтехнику То, что для европейцев считается уже чуть ли не тюнингом каким-то И идет как за отдельные деньги Функционал добавляется, добавляется То здесь в базовых комплектациях все это стоит У меня нету плохих автомобилей в Японии Нету На рынке в городе Находка мы взяли автомобиль Ниссан Ларго На автобусе всегда удобно ехать в далекую и долгую дорогу Потому что есть место, где хорошо и комфортно можно поспать Извинем домой Надеюсь, все пройдет удачно Уссунис всегда славился разбойами на дорогах Вот и нас догоняет черная тонированная Маджеста Думали бандиты Но это был наш знакомый Иван Который увидев машину съемочной группы Решил проводить нас за опасный участок трасс Перегонщики стараются проехать расстояние до Хабаровска на раз-два И все время смотрят в стекло заднего вида Не догоняют ли сзади бандиты Ночью на посту возле Хабаровска Скапливается огромная вереница машин Столица Дальнего Востока Город Хабаровск На слиянии Уссури и Амура На перекрестке торговых путей Небывалой красоты город С необычной архитектурой Но автомобильная дорога А точнее огромный 4-х километровый мост через Амур один И знают любители легкой наживы Никуда не деться перегонщиком За дорогу в курсе? В смысле за дорогу? В смысле дорога у нас тут платная Японец он за машину практически сам не платит За него 50% стоимости машины платит фирма, в которой она работает А остальные 50% он выплачивает в течение 5 лет Это стелла Москва-Владивосток Стоит в Новобурейске Здесь 12 километров асфальта Остальное бездорожье Здесь большинство перегонщиков Стараются положить стрелку спидометра Я не поеду на другой машине Даже немецкого происхождения Лишь потому, что я доверяю только японским автомобилям Создается такое впечатление, что это асфальтовое полотно Как образцово-показательный участок Для того, чтобы его увидел президент Когда говорил о завершении строительства дороги Чита-Хабаровск За все свое путешествие по гравийной дороге Мы ни разу не встретили ни одного грейдера За что получают дорожники зарплату, неизвестно Больше скорость, меньше ям Хорошая пословица для тех, у кого в кармане лишние деньги Дорога, видите, какая 53 километра, тут автомобиль идет Два часа, сами видите Вот таким образом происходит помывка перегонщиков Летом половину пыльной мы дороги проехали Половина дороги еще впереди Ну а зимой, кому как бог велел Стрельнуло колесо Здесь начинаются забайкальские степи Зеленую равнину опоясывают темные цепи гор Весь воздух пропитан запахом трав и цветов Всю эту красоту перегонщики видят в зеркало заднего вида Им не до этого, они спешат домой Вот так и едем Выходим на перевалы Улан-Удэ Дорога ровная, нормальная Иногда попадаются на большие ямки Ну это постепенно Алло, алло, че говоришь? Догоняю, догоняю, как понял, прием Связь между машинами есть, это самое главное Не потеряемся дороги Если машины были бы плохие То весь Дальний Восток, Север и половина Сибири Не ездили бы на японских А ездили бы на наших А все ездят на японских Стараются покупать японскую машину Старенькая она покупает В конечном итоге по деньгам она выигрывает У первого, встреченного по дороге водка Мы покупаем омуля Что еще можно привезти домой с Байкала? Красоту Байкала не увидим Его закрывает плотный туман Мы на берегу Байкала Как говорят местные жители Этот туман висит уже 5 дней Но мне кажется, что это не туман Это дым от коптилок, где коптят омуля И застушники КRYКА Крым Крым Р Играет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поставили разные колеса, других не было На полноприводной машине фуллтайм этого никак делать нельзя, колеса должны быть одинаковые Теперь мы снимаем кардан, чтобы у нас не было нагрузки на мост и раздатку С появлением хороших дорог скорость удвоилась Теперь уже не думаешь о колесах и поломках И просто получаешь удовольствие от путешествия ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА